Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садр Джапаров продолжает рабочую поездку по южным областям. На этот раз он побывал в Ожской области, а также в городе Ож, где встретился с жителями и представителями молодежных и других организаций. Выступая перед собравшимся, Садр Джапаров выразил свою позицию относительно президентских выборов 10 января 2021 года, добавив, что будет баллотироваться в качестве кандидата. У общественности возникает множество вопросов по поводу даты президентских выборов. Данная прерогатива была у Джугурку Кенеша. Однако депутаты не смогли своевременно назначить дату выборов. В соответствии с законом, эта задача была автоматически передана Центральной избирательной комиссии, которая обозначила 10 января 2020 года как день президентских выборов. Как было отмечено ранее, я буду принимать участие в выборах, но перед этим, в соответствии с законом, я сложу с себя полномочия президента и буду участвовать в выборах как рядовой гражданин. Далее присутствующих интересовали вопросы касательно административного ресурса. В свою очередь, Садр Джапаров подчеркнул, что не допустит использование так называемого административного ресурса в избирательном процессе. Применение административного ресурса в ходе подготовки и проведения выборов является одной из чувствительных и наиболее острых проблем избирательного процесса. Это вызывает у людей большую озлобленность. Я этого не допущу. Я буду бороться с этим. Я никогда не был вовлечён в коррупционные схемы. Напротив, я стал жертвой политического дела. Меня арестовали, когда я пытался донести до властей голос народа. Но справедливость восторжествовала и время расставило всё по своим местам. Народ Кыргызстана оказал мне большую поддержку. Я всегда буду благодарен за это. Глава государства также отметил, что в обществе бурно обсуждают будущую конституционную реформу. По его словам, мнения народа разделились. Одни считают, надо оставить парламентскую форму правления, а другие вернутся к сильной президентской системе управления. Я считаю, что народные возмущения по поводу парламентских выборов 4 октября являются справедливыми. Партийная система разрушила страну за 10 лет. Она создала клановую систему, разделила людей на богатых и бедных, а также привела к рассвету коррупции. По этой причине было принято решение провести конституционную реформу. В настоящее время эксперты и специалисты работают в этом направлении. Без поддержки народа референдума не будет. Предложения каждого гражданина будут учтены. Для меня воля народа превыше всего. Также Садр Джапаров пообщался с жителями области в формате «Вопрос-ответ». Задавались разные вопросы, начиная от судебной реформы, заканчивая созданием государственной структуры, курирующей молодежь. На сегодняшний день мы видим реальное положение молодежи. Нас интересует, есть ли у вас цели или программы по развитию молодежной политики. Мы предлагаем вам, может, создать агентство по делам молодежи при президенте или возобновить министерство молодежи. Есть еще такой вариант. В каждой областной администрации создать комитет по делам молодежи. Я обратился ко всем представителям молодежи не только в стране, но за рубежом и призвал их показать свой потенциал на родине. Дай бог, после парламентских, президентских выборов и конституционной реформы мы обязательно сделаем так, чтобы образованные и прогрессивные молодые люди работали и приносили пользу у нас в Кыргызстане.